Добрый вечер, в эфире Весь Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жубкаев. Сегодня глава Республики Рашид Тимрезов в режиме видеоконференции принял участие в заседании Президиума правкомиссии под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснулина. Обсудили предварительные итоги реализации национальных и федеральных проектов. В 2022 году завершены мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, ремонт автомобильных дорог и поставлен новый региональный рекорд по темпам водожилья. 95 объектов капстроительства завершены досрочно. В республике важнейшее направление – улучшение качества водоснабжения. В следующем году завершится строительство группового водопровода в Карачаевском, Абазинском, Адыгехабльском районах и в станице Кардоникской. В рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» в 2022 году исполнены мероприятия по проведению в соответствии 30 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 32 километров. Руководством республики разработан проект комплексной программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы, куда включен 21 объект. И сегодня же в режиме ВКС директор Федеральной службы исполнения наказаний России Аркадий Госсев представил нового начальника УФСИН России по Карачаево-Черкесии Ромая Галиева. Аркадий Александрович характеризовал Ромая Риваевича как опытного профессионала, который в этой системе уже с 1995 года. В последние годы он работал первым заместителем начальника УФСИН по Астраханской области. Отмечено, что в регионе налажено тесное взаимодействие между отделом УФСИН и со всеми надзорными органами и службами в части решения задач по обеспечению безопасности граждан. В Черкесске на базе Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии прошел форум по профилактике социального поведения в молодежной среде «Сделай свой выбор». Молодые люди получили много полезной и важной информации касаемо профилактики, наркомании, ВИЧ и СПИДа. А также важно развиваться в различных направлениях, чтобы стать успешным в той или иной сфере деятельности. Алихан Лепшоков подробнее. Правильный выбор – залог здорового будущего для молодого поколения. В ходе форума ребята узнали много полезной информации касаемо проблемы распространения наркомании и алкоголизма. Представители наркодиспансера и Центра по профилактике по борьбе со СПИДом рассказали молодым людям, как можно обезопасить себя от этих пагубных явлений. По словам организаторов, такие мероприятия позволяют ребятам получить полезные знания и познакомиться с различными сферами молодежной деятельности для самореализации. Форум направлен на профилактику социального поведения в молодежной среде. Называется «Сделай свой выбор». И идея заключается в том, что мы хотим, чтобы из числа активной молодежи появились ребята, которые не просто знают, что наркотики, алкоголь – это плохо. Но они знают, почему это плохо. И благодаря тому, что они могут быть в этом смысле осознаны, чтобы они могли это транслировать и передавать своем окружении. В свою очередь, экспертами были проведены мастер-классы по теме, каким должен быть молодой и успешный человек. Директор автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр развития профессиональных компетенций» Руслан Айбазов поделился знаниями, как быть успешным и какими навыками необходимо обладать. В свою очередь, ребята задали интересующие их вопросы спикерам. «Самое главное, мы определили то, что успешность зависит от того, как человек расходует важные ресурсы своей жизни. Это ресурсы как время и ресурсы как энергия. Мы пришли к тому, что использование времени и энергии в правильном русле приводит к успешности. Если сегодня они как раз, ребята имеют много времени, много энергии, если они будут сегодня учиться, готовиться к будущей своей жизни, будущей своей профессии, отдавать большую часть времени по этому направлению, по направлению саморазвития, это, конечно, спасет их и от девиантного поведения, и от алкоголизма». Проведение подобных форумов дает прекрасную возможность молодым людям познакомиться с интересными спикерами и задуматься о своем будущем в той или иной сфере деятельности. «Самое главное для нас – это знакомство с такими людьми, которые могут рассказать много полезного и много нового, объяснить нам, где граница дозволенного и запрещенного, чтобы мы нет-нет-то шагнули в будущее с уверенностью. Как они и сказали, воспитывается новое поколение молодежи, и это поколение должно быть проинформировано о том, что есть не просто розовая радуга и розовые очки, а что есть плохая сторона жизни». «Я узнала, например, то, что многие заболевания, которые люди считают, передаются абсолютно любыми путями. Я узнала, что есть определенные пути. Я думаю, что все, кто присутствовал сегодня в зале, тоже об этом узнали. Узнала также, как можно узнать успешного человека. Мы выделили четыре фактора. И я думаю, что я буду стремиться к тому, чтобы когда-то, посмотрев на меня, кто-то тоже сказал, что я успешный человек». В завершение мероприятия представители Министерства по делам молодежи республики наградили всех выступавших благодарственными письмами, а также были отмечены волонтеры форума. Алик Алипшоков, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня в Малом зале Дома правительства состоялось награждение представителей творческой интеллигенции памятными медалями «100 лет Карачаева Черкесии». На торжестве собрались поэты, писатели и журналисты. В числе отмеченных в большом количестве и сотрудники нашей телерадиокомпании. Коллекции государственных наград пополнились и у Беллы Джазаевой, Аллы Динаевой, Ирины Седаковой, Марины Чкаловой, Медина Джанкезовой, Рабиат Коковой, Алимат Матакаевой, Фариды Седохметовой, Салимы Каркмазовой, Ахмата Чочаева и Евгения Гладунина. Награждение провел вице-премьер республиканского правительства Джанибек Суюнов. В этом зале собрались все те, кто непосредственно влияли на события, которые происходили в этой республике и продолжают принимать активное участие в его развитии. Большое спасибо за такую высокую награду. После этой награды мы будем, я надеюсь, работать еще больше и еще лучше. Спасибо большое. Такие награды даются не так просто. В первом случае, если такую награду дают, надо более усердно работать. А во втором случае уже, когда он отработал, это сам себе говорю о себе, я уже отработал более 40 лет, и вот такую награду, достоин такую награду, значит, я должен уже идти на пенсию. Но, думаю, еще если дадут работать, я буду продолжать работу. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok Ночью минус 4, минус 6, а днем 4-6 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. Семнадцатого декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите. 585 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами. Всего от 10 тысяч 680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 золотой. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00 Новогодние мечты для особенных детей сбываются. Этому способствует благотворительная акция по добровольному сбору денежных средств для детей с ограниченными возможностями здоровья, которую проводят работники Дома культуры Аула Хабес. Как капля милосердия может стать океаном добра, узнавала Фатима Даурова. С детства всегда было особое отношение к деткам с ограниченными возможностями. И у меня всегда была и есть мечта, чтобы открыть какую-то школу, чтобы эти дети, как и все остальные, могли заниматься, посещать какие-то кружки. И чтобы эти дети не чувствовали себя детьми с ограниченными возможностями. Чтобы у них тоже была такая жизнь, как и у остальных деток. Стало доброй традицией в канун Нового года сделать счастливым еще одного ребенка. Вот уже 7 лет Оксана Джумаева вместе со своей коллегой Зимой Гачьяевой своими руками делают новогодние игрушки и украшения для продажи. Вырученные денежные средства направляются на благотворительные цели. Мотиватором и генератором этой доброй идеи стал сын рукодельницы Оксаны Джумаевой. Передавали передачу, поздравляли деток. Дед Мороз поздравлял детей, дарил подарки. И один из детей сказал, мама, а вот это же несправедливо, почему вот детям, у которых ножки болят, ручки болят, которые не видят, почему к ним Дед Мороз не приходит в гости в дом? А что я отвечу ребенку? Я говорю, ну почему, им тоже дарят и тоже приходят. И вот это меня подтолкнуло к тому, что можно было бы как-то детям помочь. Для каждого особенного ребенка на собранные деньги приобретаются подарки, игрушки, книги, развивающие игры, предметы одежды, а также фрукты и сладости. В роли новогодних гостей Деда Мороза, Снегурочки и лесных жителей выступают сами работники Дома культуры Аула Хабес. Самое первое это чувство радости. Вот какое-то чувство радости. Мы все, абсолютно все плачем. Не знаю почему, но плачем. Радость в глазах от того, что эти дети обрадовались, что эти дети довольны, что они поверили в чудо. К добрым делам с большим интересом и увлеченностью каждый раз присоединяется маленькая Белла. Она не первый раз помогает своей маме. В самом начале игрушки лепили из соленого теста. Они получались очень оригинальными, но на их создание уходило больше времени. А сейчас мастерицы подобрали новый материал, с которым проще работать. Маленькие пальчики ловко и привычно орудуют ножницами, умело вырезая нужную форму. А чуткое детское сердечко живо отзывается на помощь ребятам. Чтобы дети всегда чувствовали себя, как другие дети, не с ограниченной возможностью. И чтобы они всегда радовались и всегда были здоровыми. Организаторы благотворительной акции предлагают желающим откликнуться на призыв поучаствовать в добром деле. Тем самым помочь исполнить новогодние мечты особенных детей. Пусть этот год кролика приносит счастье, мир во всем мире. Чтобы у каждого ребенка сбывались мечты. И он был всегда здоровый. Фатима Даурова, Расул Бердия. Вести. Карачаево, Черкесия. Праздник приходит в каждую семью. Особо его ждут дети, находящиеся вне дома. К сожалению, по состоянию здоровья не у всех ребят получается посетить праздничные мероприятия. Аппарат уполномоченного по правам ребенка по Карачаево-Черкесии совместно со студентами Северокавказской государственной академии поздравили детей, находящихся на лечении в Республиканской детской больнице. В роли сказочных героев гости выслушали подготовленные ребятами стихи, пожелали юным пациентам здоровья и подарили им сладкие подарки. Акция проводится второй год подряд. Акция «Полицейский Дед Мороз» стала доброй традицией, которую дети ждут с нетерпением в преддверии Нового года. Сотрудники МВД России Зеленчукский присоединились ко всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», в рамках которой была организована экскурсия в районный отдел полиции для учеников полицейского класса школы села Даусус. Альбина Кураченова-Кенжева подробнее. Предновогодняя акция стала доброй традицией, которую дети ждут с нетерпением. Экскурсия началась с кинологической службы, где полицейские рассказали ребятам об особенностях несения службы с четвероногими напарниками, а также организовали показательное выступление с участием служебных собак. «Нам провели экскурсию по зданию. Мы увидели кабинет, в котором хранится оружие. Мы побывали в дежурной части. И мы познакомились с некоторыми сотрудниками отдела милиции и с полицейским Дедом Морозом. Повторили некоторые правила и узнали тоже много интересного». Юным полицейским показали дежурную часть работы системы мультибиометрической идентификации личности, комнату вооружения. В актовом зале для учеников провели мастер-класс по разборке и сборке учебного автомата Калашникова. Оружие, которое находится на вооружении подразделения, вызвало живой интерес у школьников, а самые любознательные задавали интересующие их вопросы. Одним словом, ребята окунулись в работу полицейских. «Все было очень интересно. Я узнала очень много. С полицейским Дедом Морозом мы повторили правила и узнали много других правил». Полицейский Дед Мороз совместно с председателем общественного совета Мухатом Бачаевым и сотрудниками ПДН в игровой форме поговорили с ребятами о серьезных вещах, об основах законопослушного поведения и ответственности за свои действия, о правилах личной безопасности как на улице, так и в интернете. «С наступающим Новым годом! Быть учеником полицейского класса – это не только большая часть, но и большая ответственность. Вы должны быть примером для подражания своих сверстников». «На самом деле вы должны быть примером в школе. В общем, хорошо проведите эти каникулы, ничего не нарушаем, не хулиганим, только делаем добрые дела и совершаем добрые, хорошие поступки». В завершении мероприятия полицейский Дед Мороз пожелал ребятам крепкого здоровья, счастья, успеха в учебе и вручил подарки. Альбина Курочинова-Кенжева, присодействие при службе МВД. Это все вести на сегодня, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Дама с собачкой». Всего доброго и до встречи в эфире.